Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию короткий промежуточный отчет по проекту, который был поддержан флексуальным фонам. Это не практическое применение, а больше научной работы. Проект назывался «Роль серотонина в патентности и дифференцировке стволовых клеток». Он был выделен как своим фондом, как трехлатеральная программа между научными учреждениями Германии, Украины и Российской Федерации, для того, чтобы сохранить научные контакты на момент конфликта, который имеется между странами. Нашими коллабораторами по данному проекту выступает лаборатория Михаила Бадера из Макфибрук Центр Молекулярной Медицины. Эта лаборатория занимается исследованием пентитных гормонов и других субстанций. Михаил Бадер, естественно, вводитель проекта с немецкой страны выступал Ангария Ленина, которая зам Михаила Бадера. Михаил Бадера является одним из классиков изучения из живых классиков изучения серотонинармической системы, серотонинарной системы МИИ. И вторым коллаборатором у нас выступала группа Алексей Николаевича Томилина из Института Столой и Санкт-Петербург. Алексей Николаевич один из признанных мировых лидеров изучения механизмов репрограммирования плюрипотентности словом. Плюрипотентным словом к этому и фокусе его исследований также находится за геном 3-4, который один из ключевых к установлению репрограммирования плюрипотентных состояний. На данном слайде, ну, как я посидел за лоб, посмотрел, читать там что-то невозможно, там представлена краткая история ответа серотонина. Я пократко напомню, что серотонин это биогенный амин, он был открыт в 1931 году, в далеком он был назван энтерокномином, как справа был открыт в кишечнике, позже к ливену, светленики, вот эти серотоники, вот эти серотоники вещества, которые вызывают сокращение сосудов. И к концу 70-го года, когда он был понят, был сделан вывод, что энтероэминний серотонин, то есть серотонин регулирует тонус сосудов. Факт, который называется в силу, это регулирует тонус сосудов. Это одно и то же вещество, была определена его структура. На данном слайде аккуратко представлен биосинтез серотонина. Серотонин синтезируется из незаменимой кислоты трептопана. То есть там название химической серотонина 5-гидроксидрептофан. И скорость имитирующим перментом, а на биосинтезе является трептофан-гидроксилаза. Нужно отметить, что серотонин является маленькой молекулой с весьма различным спектром биологических эффектов. И долгое время считалось, что существует один пермент. То есть, во-первых, нужно увидеть центральный перитмический серотонин. В центральной нервной системе серотонин выступает в роли нейротрансмиттера. Ну, для рафа расположено порядка миллиона нейронов, миллион двух нейронов у человека серотонинологических. Примерно 500 тысяч умышленных, но они контролируют достаточно большое количество физиологических аспектов поведения. Начиная с социального поведения, с насыщения чувства, с революции питания, сна и революции. Кроме того, уделяется периферический серотонин, который в основном синтезируется тонком кишечнике интерохромофильными клетками. И там окачивается больше 90% всего серотонина в нашем теле синтезируется тонком кишечнике интерохромофильными клетками. И он загружается в основном тромбоциты и принимает участие в рядах процессов на периферии. Таких как сворачиваемость крови, активация тромбоцитов и многие другие процессы. При этом эти две системы, центральный периферический серотонин, серотонин не проникает через... Гематоэнцефалический. Гематоэнцефалический. Джент и Ринной согласились с махомолом sogenanриным клетаром. И поэтому эти две системы, они разделены. Амдивительное время считалось, что один, термент, кодируют один. Один ген и один термент существуют как центральная. Ильинистр средономаг parapной pop-курситов и центральная периферическая заповущая система. В 2003 году как раз в лаборатории Михаила Бадрова вместе с британским чудом-диаголоктором было идентифицировано, что это два принципиально-разных геной, хотя с очень большим степенью гомологии, но это два принципиально-разных геной, два разных используются имитирующие элементы, синтезируются ротоним на периферии и в стране геноза. Важность открытия, в чем достаточно большинство препаратов, в частности депрессантов, они модулируют серотоним энергетическую систему, и при этом те побочные эффекты, они зависят от эффективности блокирования серотонина или эруксинальных путей. Также мы видим, что существует больше 15 рецепторов серотонина из семи семей, из них рецепторы третьего типа это ионотропные рецепторы, остальные метаботропные рецепторы, которые чаще всего соединяют с желтой белками. И при разработке много фарма-клоргических субстанций, нацеленных на ту или иную, на течение той или иной патологии, минимизация побочных эффектов, основанных на действиях, кажется, это одна из серьезных задач. Также, помимо сложности, то есть еще необходимо отметить, что, как правило, каждый веточный тип экспрессирует несколько рецепторов серотонина, которые различаются от длинности, и таким образом серотонин выступает модулятором многих процессов, то есть в зависимости от концентрации серотонина локально может вызывать различные эффекты, активируя различные рецепторы. Кроме того, существует еще белок, который осуществляет серотониновый транспорт бюроксет, который осуществляет обратный захват серотонина в севернотической щели при передаче и проведении сигнала между нейронами, и также он ответственно за загрузку серотонина в тромбоциты в тонах кишечника. И выделен был еще один механизм, благодаря которому серотонин регулирует плеточные функции, а это серотонирование на транспорт бюроксет, помимо известного механизма демилирования различных бюроксет, способно модифицировать и присоединять остатки серотонина. Этот механизм был назван серотонированием, и он часто регулирует эксоцептоз и стромбозы. Кроме того, внимание привлекало исследователей, хотя и так много работ сделали по этому направлению, это роль серотонина в развитии, в частности предминципалитационного. Известно, что симпатичные синтезируются в плаценте во время беременности и попытки периодически установить роль серотонина в преимплантационном развитии, имплантационном развитии и, по поводу, конечно, имплантационного развития. А так как работ в этой области было сделано не так много, но в оборот времени херопатра в 1999 году было показано, что машины эмбриональные и саловые клетки, то есть это на стадии классно-цисты, при эмблокационные клетки, они синтезируют непонятно в тот момент, какой из двух из этих ферментов кипячей или кипячей, то есть переключить гипоцентральный кипятофан, коксилазу, но они уже все позитивно. А также к этому моменту было известно, что эмбрионы, ну, как объект изучал смысл, чаще всего они позитивны на разных стадиях развития на серотониновые рецепторы и, собственно, сам серотонин. Еще дополнительным вниманием привлекло работа китайских ученых, которые опубликовали в 2013 году статью о том, что они получили предписанную перипатентность без использования классического кафеля Яманаки, из которых приводят к нейтрические экспрессии генов опубликхимического репрограммирования, и при этом при поиске субстанций, которые способны заменить геном 3,4, они обнаружили, что одно из таких веществ является метилсеродонином, организм определенного по типу серотонинных рецепторов, и это в сумме привело вот к тому, чтобы в ходе этого проекта обратили внимание на роль серотонина в группе репатентности, либо в репрограммировании салуэферы. И еще одним важным достаточно серьезным решением было две публикации в 2014 году, которые прошли одновременно, фактически, в одну неделю в группе, только в журналах Nature Medicine и Nature Communications, две группы параллельно фактически показали в том, что жировая ткань, ну а объектом, например, мыши, нокаутные мыши различные, что серотонин на периферии фиксируется также в адипоцитах, и при высокожировой диете блокирование синтеза серотонина, оно защищает мыши от набора излишнего веса. И кроме того, нам помню, что жировая ткань у грузунов разделяется, в принципе, консистеруются у грузунов и у других влекопитающих на два основных типа. Это белая жировая ткань, функция которой это запас в виде жироэнергетических субстанций, и бурая жировая ткань, которая термогенная. Но у человека считается, что такие регионы буро-жировой ткани, они присутствуют только у новорожденных и потом уходят. Однако за последние 10 лет эта парадигма поменялась, и было доказано существование у человека переходного типа, который получил название bright, brown, white, либо бишь, бежевая, а липоциты, которые также термогенные, но индуцибильные, и пока нет четкого понимания того, общий предшественник у белых и бежевых алипоцитов у человека, и возможная рекоменция этих двух типов тканей. Но вот на определенном шаге, что это было показано, что церномин регулирует функцию как белых алипоцитов, в этом случае он не влиял на наши, которые получали обычную диету, то есть блокирование сертонина не приводило к изменению их веса, но при высокой жировой диете блокирование синтеза сертонина либо на каутом ТПИЧ-1, либо химическими ингибиторами синтеза ТПИЧ-1 приводило к тому, что это было эффективно от набора излишнего веса. И кроме этого было показано, что сертонин, индибирование сертонина, оно повышает термогенез гура жировой г. Вот на этих слайдах, как представлены выводы, как вы видите, то есть механизм регулируется при этом через разные рецепторы, через сертонин его рецепторы третьего типа, регулировался термогенез, сертонин ингибировал термогенез гурожевых гляний, и через 20 рецепторов он стимулировал липо, нигменез, самообразованный жиров белого жирового гляния. И достаточно защитным было приводить ингибирование либо фармакологическое, либо нокаутное синтеза ТПИЧ-1. Поэтому, рамка этого проекта была немецкая группа, она одна из лидеров по получению нокаутных животных, и нужно отметить, что они нокауты, во-первых, по сертонингу, нокауты ТПИЧ-1, то есть ТПИЧ-2, точнее, это были первые мышцы, которые удалось получить чистых нокаутов, при нокаутировании геново-отвестивных за синтез неротрансмиттеров, они стали живым, у них достаточно агрессивное поведение при этом. И немецкая группа предоставила животные для экспериментов, мы распространяли через на коллектив произведения нервного времени, который основной объект исследования у нашей группы, но потом также расширили это на полу эксперимента на коллективе человека, ввиду того, что в тех двух работах по жировой ткани была показана роль серотонина на модельном объекте, на лошадке, между глюзунами и человеком, вот это большая разница в существовании и функционировании гурового жира. Мы начали с того, с первого промежуточного результата по первому блоку, это по функции серотонина при программировании столовых клеток. Здесь достаточно интересно то, что тот объект, который мы использовали для исследования, это постнотальные мультипатентные столовые клетки производства нервного времени, умышленно получили их из властного полиплавия риск. Так вот, и в нашей группе, и по многих численным публикациям, показано, что они экспрессируют целый ряд генов, которые характерны для прелепатентности, хотя и на более низком уровне члены мультипатентные столовые клетки, либо прелепатентные столовые клетки. К этим генаматом СО3-4, и ЛИН-28, и ГАЛ-4. Но нужно отметить, что постнотальные мультипатентные столовые клетки производства нервного времени, он имеет достаточно высокий уровень экспрессии СОКС-2, в том, как влияет экзогенный серотонин на экспрессию генов, который может быть заменен также на аноног, и это ЦИМИК. В общем-то, справа мы исследовали о том, как влияет экзогенный серотонин на экспрессию генов, и в системе микромалярной концентрации серотонина была наиболее интересна в плане индукции рептогеновоассоциированных полепатентностей, в частности, на НОГО и ГАЛ-4. И провели эксперименты по репрохомированию с использованием различных линдивирусных конструкций для одиночных, то есть в изначальном инструменте диамонаке он использовал четыре разных вектора, то есть это были четыре отдельных линдивируса, с которыми кодировал внос один из этих четырех пакоров лепатентностей. Но позже для улучшения протоколов, для создания более безопасными, более практичными, например, разработано несколько полепатентностронных систем. И там важен дизайн. Одна из первых производительных систем была разработана в оборудовании Дэвида Томпсона, это один из лидеров, также на месте с Ямонакой, который в связи с Ямонакой получил, он первый получил реальные славовые пятичеловека и в связи с Ямонакой получил диссированный перипатент для пятичеловека и первый человек. Мы получили программирование от мышечных клеток миколотипа. Это вид колонии, характерный для мышечных эмбриональных и индуцированных перипатентностков от клеток, которые находятся в состоянии наивной перипатентности, для них характерно. Такой рост в виде трюклер домиков, домиков, домиков. И окрашивает, соответственно, на человеческую высоту, маркер перипатентных клеток, наивные формированные перипатентности. Здесь специальная чашка, тоже опрашивание на человеческую высоту, здесь показывает частоту формирования клеток, которые прошли в процессе программирования и перешли в перипатентное состояние. Что интересно больше, через по статистике. Дектор первый, который нам предложили, в лабораторе, он имеет последовательность ОКОСХМ. И разделен и продукцирует эти белки, почти в виде малярных, ну, то есть, когда трансферуются, продукцируют белки и трансферционные факторы в почти в виде малярных концентрациях. Так как он разделен через саморасширяющиеся два пептида. И почти в последовательность первых трансферционного 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 скобилируется ОКОСХМ. Второй СОКОСХМ. И мы предположили, что из-за высокой интегенового уровня экспрессии СОКОСХМ в этих клетках репрограммирование не произойдет. Так и получилось, если контрольные такие мышечные геонарные право власть данных векторов хорошо репрограммировались, то наши, точнее, используемые в наших экспериментах не репрограммировался. Также мы посмотрели в видео, что из-за геновый серотоник не влияет на частоту репрограммирования. Но двойные нокауты по DPH1 и тройные нокауты по DPH1, DPH2 и SERP демонстрировали больше, чем на порядок, высшей эффективности репрограммирования по сравнению с клетками дикоратива. И также мы, в виде высокого уровня интегенового экспрессии СОКОСХМ, мы попробовали провести репрограммирование одиночными векторами. И получили, что используя только три вектора, по стандартам мультипатентной столовой клетки машины производные нервного репрограммирования, по крайней мере, можно с частотой почти на порядок ниже, но репрограммировать, используя три вектора. Таким образом, заключение по этому опробу такое, что серотомин неким образом действительно принимает участие, может быть, не в состоянии перепрограммирования, а в самом процессе репрограммирования. И дальше нашим коллабораторам была предложена гипотеза, что это связано с механизмом красителя данилирования гистонов, и это будет дальнейшим этапом данной работы. На этом стадии это валидация получена. Дальше получены, мы подтвердили, что получены от нокаутов индуцированных клютатентной клетки, и они аккрестируют основные макеры, бок 3,4, и сохраняются, ну, культируются и сохраняются как характерный биональный, либо антисированный биональный стволовый клетки. В втором нашем этапе было попробовать исследовать роль серотонина в дифференцировке стволов этой жировой ткани, и здесь, правда, с нокаутными мышами, увидели ряд эффектов, но стало интересно проверить те данные, которые были опубликованы, на специальном этапе человека. Мы имели доступ к подобному человеческому материалу, и здесь нужно было протестировать, выполнять исходную функцию или вовлеченную систему, а также дифференцировку в этапе на направлении стало это также в ткани человека. При этом прождество контаколов, которые опубликованы по антипогенной индукции дифференцировки основных клеток человека, они базируются на использовании сывороточных средств. Более того, чаще всего в состав таких протоколов будет не только официальная либо эмбриарная сыворотка крупного органа, а также лошадинная сыворотка в виде того специфического состава. Поэтому первым этапом была задача разработать бессывороточный сыворот для дифференцировки и оценить, какой клеточный тип использования бессывороточной системы, в каком антипогенном направлении белый, дурый, промежуточный бежевый дифференцировки. Мы проявили дизайн срок и разработали бессывороточное исследование. К сожалению, здесь не видно особо на них состав. Не указаны гены, но при использовании стандартных бессывороточных средств чаще всего получились атипоцитуты с фенотипом атоматологические, поискреции гена, атактивные до белого жира. При этом использование разработанной нами бессывороточной сывороты приводило скорее индукции по маркетам ВСПВА, это антаблин протеин-1, как раз для бессывороточных гипоцитов, главный в развитии электромотранспортной цепи метафондрии, термогенные функции этого типа клея. Использование нашей бессывороточной сывороты приводило в дифференцировки в направлении бессывороточных гипоцитов. Да, и мы проявили у нас химическую детекцию окрашенную по поводу дифференцировки и подтвердили до дифференцировки в сплощадке жировой ткани не детекируется ни серотонин при культивировании бессывороточной сывороты. Использование бессывороточной сывороты из-за высокого содержания сывороты, как раз сывороточной сывороты серотонина, экзогена, который был интерференцирован с результатом. И после дифференцировки, по поводу дифференцировки на десятые сутки, детектируется как сам серотонин при помощи химической детекции так и ДПХ1 то есть скорость инвентирующей синтезы серотонина именно ДПХ2. И дальше мы провели анализ эффективности дифференцирования дифференцировки PCPA и LPA показали, что использование если не правительные высокие констрации, которые, скорее всего, обладали токсическим эффектом, в случае использования фармакологического антибирования приводит к снижению атипатинной дифференцировки бежевых атипоцитов. А пока предварительные результаты полученных привлечений в экспрессии генов, потому что предварительно не было выраженного эффекта ни фармакологического ингибирования нигзогенного серотонина на экспрессию ВСП1 гена, поэтому в дальнейшем этапе, на котором мы сейчас остановились работаем, была расработка системы, которые были более акцептированы приводили к дифференцировке и функционированию бурых, точнее бежевых атипоцитов, в котором, в случае, получается, мы модифицировали ту биосевару, в которой мы работали с альцепетазоном, это достаточно широко известная антидиабетическая препарат, который в данном случае повышает эффективность дифференцировки именно направления бежевого жира, повышает экспрессию ВСП1 и также мы тестировали отталкиваться от опубликованной работы влияние низкой температуры, то есть мы культирули по 32 градусах, а вместо 37 в нашей разработанной обеспеченной системе и получили значительное увеличение экспрессии маркиного гена ВСП1, и теперь в данной системе будет тестировать термаллогическим дикторам Синдероза. Ватри, вас, внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вопросы, вопросов нет. Большое спасибо для этого, для этого ученого печать. Вся геронология обращается.